Удивительная особенность была с первой секунды нашей работы, невероятное понимание. Симонов, потому что с ним я первый, так сказать, разговор, он мне показался поразительно близким человеком сразу и поразительно похожим на самого меня, потому что он перфекционист, о компромиссах вообще не идет речь. Это человек абсолютно преданный идее прекрасного и красоте, механизме воплощения этой идеи. Это очень разносторонний человек. Когда мне его представили как продюсер, я был страшно удивлен. Я работал с продюсерами, я знаю, кто такие продюсеры в нашей стране. Это был абсолютно не наш человек, продюсер. Ну и, конечно, когда я увидел рисунки моделей Олиных, я не специалист в высокой моде, не специалист в моде вообще, конечно, и не претендую, но у меня есть интуиция. Это гораздо для музыканта, который сочиняет для такого важнее, чем быть специалистом в линии или в том, какой здесь идет шов. мы прощупывали друг друга в разговоре. Я видел, что Володя понимает, о чем я говорю. И когда я сказал, что такие вещи, как то, что он хочет осуществить, это было абсолютно беспрецедентно в этой стране так наверняка, требуют, но очень больших затрат. И, конечно, я не имел в виду деньги, в первую очередь. Это должен быть объем, достойный его идеи. Это должен быть симфонический оркестр. Непременно. Это должен быть хор. Так казалось с самого начала. У вас пожелания? Нет. Это когда я все это увидел, я предложил, я говорю, что это должно быть с одной стороны демократично, безусловно. Это должна быть абсолютно демократичная акция. Люди, которые собираются, которые смотрят на подиум, они, в общем-то, не есть профессиональные музыканты или музыковеды. И то, что должно звучать, конечно, должно быть достаточно понятно, достаточно демократично. Но это ни в коем случае не должна быть та музыка, или я бы сказал, музычка, которая звучит. То, что мы видим по телевизору фэшн, все эти вот каналы, которые, ничего, это просто какая-то узкая дорожка ходит, какие-то модельки с отсутствующим выражением, или, наоборот, почитаю, агрессивным выражением лица. Ну, вот это все проходит, то есть это некий концентрат снобизма, который у меня лично не вызывает, в общем-то, никакой симпатии, это все совершенно привлекательно. Здесь же это был праздник, здесь же все это было открыто. И это должно быть демократично, с одной стороны, с другой стороны, это должно быть очень масштабно. То есть я предложил задействовать большие ресурсы, серьезные симфонические оркестры, мне хотелось, чтобы это был хор. И вообще, чем дальше, тем больше разгорался аппетит. И я видел, что у него разгорелись глаза. Он говорит, да ну как же так, неужели? Да, давайте попробуем сделать так. Попробуем соединить, казалось бы, несоединимое. Вот то, что я говорил, составы большие, но вместе с тем и латиноамериканский инструментарий, но вместе с тем и неакадемический вокал, который будет петь скет, то есть без текста. Оксана Кулакова в этом принимала участие, известная джазовая певица, хотя она пела не джазовая там. И этнический ансамбль древо, украинский. А теперь соединим все это в голове вместе и представим, что это было сделано вообще на мелодию Форре. Паваны классической, так сказать, мелодии классического произведения, известного, но, слава Богу, не затертого. Почему так, не знаю. Может быть, интуиция. Но оно как-то так здорово шло, на интуитивном уровне это как-то соединилось. То, что я видел, те силы, те линии, вообще даже фактура ткани в огромной мере, знаете, предопределяет музыкальную фактуру. Это все очень связано, эти вещи. Музыка и, ну вот, не могу сказать слово одежда. Вот как сказать? Не одежда, нет, красота. Материализация прекрасна. Музыка в звуке, а то, что делает Ольга, это в видео. Мне кажется, что в мелодической линии я воплощаю вот эту линию талии, мне так кажется, но не конкретно просто вот вот линия, скажем, той или иной части одежды, стиль, как оно фалдами спадает, предположим, или как оно отсвечивает, или как иногда странно проявляется цветность ткань. Это проявляется, может быть, в каких-то приемах фактурных. Я этого не вижу заранее, но мне кажется, что я это себе очень хорошо представляю, когда я вижу рисунки. Я вообще не начинаю работать, прежде чем я не увижу то вообще, о чем будет речь, пока мы в подробнейших деталях не обсудим, как это происходит. – То есть цвет тоже очень мягкий? – Цвет, ну тут что вы, тональность, я вижу, у меня абсолютный слух, да, и плюс, конечно, да, вот там, если это зеленоватого оттенка, я убежден, что это будет соль минор. – Ага. – Иначе оно будет у себя ломать. Если это сиренево, это фа диез. – Ну, если желтый. – Ре. – Красный – до. И мажор, скорее. А вот если темный, сгущенный, это, скорее, будет переменный лад. – Ага. – И, кстати, пожалуйста, можно сравнить, сопоставить вот там тот узел, который играется, вот как минимум, аккорд, ну, во-первых, все-таки там есть определенная цветовая гамма, во-вторых, мы представляем, это будет пастельность какая-то определенная или что-то очень яркое, сочное, цветное, броское, потому что если это пастельность, скорее всего, это будут нон-аккорды, скорее всего, это будет какое-то дрожание, какие-нибудь там легкие трели струнных, наверняка я так думаю. – Вот это, скорее, будет не торопливое, поступенное какое-то такое развитие движения, разворачивающийся акцент на красивости ежесекундного существования вот этого аккорда, вот этого мелодического оборота. – Интересно. – А как Вы оцениваете фестиваль этот в целом, как явление? – Это величайшее явление, Господи, какое счастье, что он вообще существует, что мы в этом задействовали. – Вот все мы, кто это делает, кроме Володи и Оли, потому что они генераторы, конечно, что мы к этому сопричастны. – А что бы другое было? – Вот где есть такой другой абсолют, как не этот фестиваль, говорят высокой моды. – Нет, это не фестиваль высокой моды, это фестиваль фестивалей, это фестиваль прекрасного, это фестиваль абсолюта. Я вот говорил минуту назад, что мода – это когда модели ходят по подиуму и все. Можно ли так отнестись к данному конкретному случаю? – Нет. Безусловно, это очень большой праздник всего того, что может человека возвышать, то, что ему дарит высочайшее рафинированное наслаждение. – А что это может быть? – Это, конечно, красота, это женщина, это поэзия, это мусус. Балетное искусство было в прошлом году, то есть искусство классического воплощения образов, которое весьма и весьма близко. Это все близко и разно, это как две стороны медали получается. И с моей точки зрения, мы понимаем вообще, в какой стране мы живем и в каких условиях мы живем. Я ни в коем случае не ругаю страну, я просто понимаю, что мы переживаем тяжелые времена, причем мы их переживаем перманентно. И мы седут на жизнь, мы жалуем все плохо. И вот чем старше человек становится, тем больше он подвержен некой такой малодушию безнадёги. Вот что нас ждет? Вот в принципе, там цены повышаются на все, вот телевидение такое плохое, вот они там лепят эти свои сериалы, где давно нет содержания, а есть контент. Классическое искусство академическое умирает, там фундаментальная наука теряет финансирование и прочее, прочее. Причем это не то, что там власти меняются, там народ ходит на баррикады, вообще какой-то ужас. И вот во всем этом вдруг кристаллизуется островок прекрасного. Для меня фестиваль «Лестница в небо» это точка опоры. Давайте вспомним имена людей, которые мы знаем, которые работали и в отечественном кино, и в зарубежном кино. «Шестакой», «Прокофьев», «Александр Невский». Он оттуда музыку и создал всю эту «Александр Невский», который является шедевром в области серьезной музыки, образец академической музыки XX века. Ну, более современные композиторы. Да, много работало серьезных композиторов фундаментальных украинских. В кино, например, Вирослав Скорик, например, Евгений Струкович. Ну, Губа, конечно. Ну, Губа, в принципе, очень много сочинял в кино. Да, много людей сочиняли в кино, конечно. Таких, которые умели сочинять все остальное. На Западе, если смотреть, там, американские композиторы, Голдсмит, Эльфман. То есть, получается, классическая музыка за счет чего-то воспринимается. То есть быстрее и больше людей, чем там просто симфонический органический оркестр сидит и играет. Да, да, да. Вот в европейской практике, там, Мишель Игран, итальянца, там, Генри Манчин, ну, он, конечно, в Америке работал, но он итальянец, ну, как иначе там мыслил. Леонард Бернстайн. Леонард Бернстайн, человек, вообще-то, который позиционировал всю жизнь себя как крупный, ну, вернее, он так себя не позиционировал, он позиционировал себя как дирижер, то бишь интерпретату классической музыки. И мы его уже, так сказать, категоризируем как крупного, крупного мастера, дирижера. У него много сочинений, у него много чудес. И я затрудняюсь назвать точно жанру, например, такой музыки, как и сайская история. Честно, формально это определяется как мюзикл, ну, он сам даже это определяет как мюзикл, но это революционный абсолютно мюзикл. Это какая-то современная история, да, там есть, конечно, идеологии, вот, но музыка очень современная, очень хлесткая, типичная, киношная, и именно она главный герой повествования. Они актеры, они сюжет и прочее. Да, вот вы, я полгода с вами могу согласиться о том, что изображение помогает этому. Изображение это помогает, потому что человек, который никогда до жизни не пойдет в филармониус слушать, скажем, Ливити, реквием, не пойдет. Он будет наслаждаться этим. Да, почему, я просто скажу, кто-то слышал, кто-то не слышал. Вот, это абсолютный авангард, но тот, который достиг своей вершинной точки в красоте, если вообще такое применимо к понятию авангард, музыкальный авангард. Это кластеры, это постоянные какие-то звуковые фактуры, привязающие друг в друга, это такие оркестровые шумы, там, поразительные какие-то хоры. Ну, в общем, это музыка такая, как говорится, по классическому определению. Музыка для музыкантов. Ну, эта музыка звучит в космической одиссеи Стейнли Кубрика. И все человечество смотрит космическую одиссею Стейнли Кубрика и восхищается им в состоянии оторвать свои глаза от экрана. Когда я сочиняю музыку или когда я интерпретирую чужую музыку в виде трансляции, когда я делаю какие-то свои там версии, коллабы, называйте это как хотите. Для, скажем, показа высокой моды, я очень доволен тем обстоятельством, что мы друг другу помогаем. Потому что было бы интересно, но эмоционально слушно смотреть на прохаживающихся девушек в самых красивых нарядах. И, может быть, люди бы эту музыку не захотели слушать просто так. Между прочим, я хочу сказать, что когда мы смотрим девушек, прохаживающих моделей, которые прохаживаются по подиуму, это не только воплощение каких-то скульптурных образов, так называемых, то есть застывших во времени, то есть вот какая модель существует на рисунке. Это ведь и динамическое воплощение образов. Это очень ориентирует, когда что-то делают на то, как они будут себя нести в этом платье, в этом костюме. Мы же ходим на репетиции еще, мы же смотрим, как они ходят, ходят ступенем до того, как все сделано. И это связано с другими музыкальными? Да ну, вообще, конечно, конечно, это глобально связано. Я сейчас приведу даже пример конкретный в контексте прошлогоднего. Но я учитываю, даже будет ветер или не будет. Потому что если ветер, это совершенно другая динамика. Но это обсуждаем. Средственная ссорка сильного в одно общение? Да, но я и все это наигрывал. Конечно, в процессе создания музыки это не делается на одном месте. Я не хочу ошибиться. Я не хочу навязать там своего... Да, вот я хотел сказать, что когда это было первый раз, собственно, и второй раз это тоже можно так назвать, это был carte blanche. Это то, что я очень люблю в работе. Потому что я, ну, как любой художник, человек достаточно свободный. И мне, конечно, хочется там не просто там что-то такое создавать по заказу, а воплощать также и какие-то свои движения души, какие-то свои тяготения при страсти. Вот. Конечно, и я показывал, я даже сделал небольшие отрезочки предварительных записей. Мы встретились в конспиратории. Я ставил записи и на рояле. Доигрывал те вещи, которые... Вот я представлял себе, как оно будет. Потому что если бы я скляскал на словах любому человеку, то, что вы знаете, после, как положим, мелодии там 33-го года, или где-то так, будет вообще, причем джазом. Вот. Будет звучать бах, и это тоже будет, в общем, как бы джазом, не совсем джазом. И будут там определенные вышинки, реминисценции померху лежать на бахе. Вот. То любой человек, так сказать, в здравом уме, нормально, сказал бы, послушай, это же профанация. Можно спорить с какими-то положениями, которые есть у вас вроде. Можно восхищаться смелостью иногда даже просто броскостью, эпатажностью, некоторые тут рассказывают, да. Но для меня эта декларация важнее всего вот чем. Все, что там написано, все, что выношено, оно все перфекционистски абсолютно без малейшего компромисса воплощается в жизни. В отличие от всех остальных деклараций, которые остаются таковыми. На премьере фестиваля? Да, конечно. Нет ни одного шага вправо-влево, это будет и так. И вот Володя говорит, что когда человек ступает на красную дорожку, он оказывается в другом мире. Ну, это красиво сказано, но мы понимаем, что это образно сказано, что на каком другом мире он не окажется, он ступит на дорожку, вокруг будут ездить машины, вокруг… Нет! Он оказывается в другом мире! Да. Я когда ступил на дорожку, что-то произошло. Что-что? Не знаю, вот думал, что он этого добился. Как? Почему? Что для Вас творчество? Не знаю. Потому что говорят, что движущий механизм творчества – это вдохновение. Я очень часто спрашиваю, что это. Я не знаю, это вдохновение. Честно. Я просто все этим работаю. Возможно, я все время нахожусь в этом таком немножечко взбудраженном, экзальтированном состоянии творчества. То есть все время что-то варится, все время в голове крутятся какие-то нелоги, мне только-только найти точку, так сказать, применения, воплощения. Все время это происходит. Я не хочу отдохнуть. Я не выезжаю там куда-то. Но вот есть люди, которые меня знают немного. Они спрашивают, а когда у тебя отпуск? Я очень весело смеюсь. Я не помню, был ли отпуск во взрослом возрасте. Может быть, Вы постоянно в состоянии вдохновительном находитесь? Ну, возможно… Ну, то все считают, что это что-то такое, вот его нет-нет-нет, и тут раз – оно есть. Да. И ты что-то сочинил, написал. Ну, да, да. Существует, конечно, такая теория. Но вот я не знаю, честно говоря, как ее применить, например, ко мне. Я расскажу лишь такой курьезный немножечко разговор, который я однажды случайно подслушал своего коллеги, консерваторского преподавателя, человека в высшей мере заслуженного, и талантливого, опытного, человека, который у меня старшим поколения. Значит, я просто зашел в класс, где ему заканчивался урок, и ему студент жалуется, говорит, понимаете, у меня нет вдохновения, чтобы все это закончили. Он на него посмотрел с бесконечным удивлением, говорит, ты с ума сошел, надо клепать. Должна ли музыка кому-то что-то? Музыка должна. Точнее не сама музыка, а композитор, который сочиняет музыку. Он обязан. Ко мне? Он обязан обществу. Если он садится и что-то делает, это должно быть что-то такое, что люди должно трогать, это должно быть творение прекрасного. Потому что я органически не выношу людей вообще, общество, структуры, провозглашающие такие принципы. Я никому ничего не должен. Мы все друг другу должны, потому что мы живем в человеческом обществе. Мне кажется, это люди недалекие. То есть если ты живешь один в лесу и пользуешься топором, даже который ты сделал сам, то ты должен все равно человечеству погром жизни своей, потому что этот топор до тебя изобрели, и ты воспользовался этой идеей. Или колесо, или печь, или что угодно мы друг другу должны. Мы не можем друг другу выливать на голову, там, утром помоев. Мы не имеем права на это. Хотя никто это не запрещает, вроде бы. Так вот, музыка должна. Музыка должна быть. Она может быть любой. Она может быть любым черным авангардом. Она может быть очень простой, которая пользуется очень простыми структурами, пусть тремя аккордами. Или же бы у композитора хватило дара на то, чтобы эти три аккорда все время как-то так ставить в такие необычные положения, чтобы вызывать интерес. Так вот, музыка не может быть любой, но не имеет права быть скучной. Она должна нажать внимание. И второй очень скромный постулат. Добавочка к первому. Очень хотелось бы, чтобы она хоть иногда была красивой. И последний вопрос. Как вам кажется, фестиваль «Всходы до неба» он в свое время? У меня нет. Ага. Вот в том-то и прелесть всего этого. Он, конечно, совершенно не в свое время. Если задать этот вопрос какому-нибудь, так сказать, обуванному или обещанию, или кто-то, потому что страна, которая переживает там перманентные трудности люди, которые обозвезли всеми своими личными проблемами, казалось бы, нету прекрасного. Но в этом и смелость, в этом отвага Симонова, в этом его подвижническая деятельность, что он так умудряется организовать все, раскрутить этот маховик, потому что это же какие-то сумасшедшие абсолютно силы надо применять, потому что в такой стране, не в процветающей, не во Франции, где казалось бы, это все должно быть принято на ура. Да. Вот. Где есть традиция, а у нас традиции нет. Извините. То есть он фактически является санкудатором этой традиции, чтобы все это закрутить и сделать. Но это фестиваль «Лестница в небо». это, конечно, туннель в будущее, в прекрасное будущее, которое живет у всех у нас, и без честного просто не имеет смысла вообще-то существовать. Учиняя. Что значит? Учиняя. 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 Продолжение следует...